Художники Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья, более известные за рубежом, постоянные участники профессиональных творческих симпозиумов, прошедшим летом, осуществляют художественный проект, продолжая традицию Левитана, Борисова-Мусатова, Крыжицкого и других гениев, почитавших Звенигородскую землю русским барбизоном. К Одинцовцам присоединяются коллеги из Санкт-Петербурга и Архангельска. Вдова нашего земляка, выдающегося графика Ивана Хохлова, приглашает всех на дачу в раздоры. Оттуда художники отправляются писать в Усово, уборы и большие веземы. В результате создано около 50 работ, посвященных местной истории. Уже в декабре при поддержке администрации района выставка «Царская дорога» с большим успехом экспонируется в Московской областной думе, и первый заместитель ее председателя Лариса Лазутина вручает авторам дипломы. По сути, Одинцовские художники сделали большой информационный подарок родной земле. Ведь благодаря выставке и зданию каталогов, буклетов осуществляется популяризация района как культурной столицы Подмосковья. Территории, где есть что посмотреть туристам. Для зрителя – молодежи. Проект – повод еще раз задуматься и еще больше узнать о великих благодворителях России. О тех, кто в 20 веке отдал жизнь за веру Христову. В галерее «Сосны» всегда готовы к экскурсии по выставке работ Хохлова, Ушановых, Пшеничниковых, Чеканцева, Поповой, Говшинской, Плющевой, заслуженных художников Александрова и Васильевой. Это настолько традиция, которая у нас давно очень существовала и среди наших художников-передвижников и продолжателей их. Но, во всяком случае, здесь много света, здесь очень много настроения, здесь очень много любви к нашей природе. Это как малое золотое кольцо вот в нашем районе. Мне кажется, что исторически церковь всегда как-то культуру аккумулировала, вдохновляла. Еще раз огромное спасибо. И, конечно, для меня, как для священника, очень радостно, видишь, что вдохновляют и образы святых новомучеников, и эти прекрасные храмы, которые в наше время оживают, так сказать, с точки зрения богослужения, ведь они оживают и в вашем творчестве. Царская дорога в данном случае не только в буквальном смысле путь, по которому русские цари шли на запад, на поклон к Савве Старожевскому, но и связующие они тистории. Преображенский храм в Веземах – образец Годуновского зодчества. Рассказ о смутном времени, о дарении Везем Борису Голицыну Петром I, о том, что, напитавшись Веземскими впечатлениями, Пушкин создает свое бессмертное произведение «Борис Годунов и пиковая дама», и о том, что сегодня мы, вслед за великими деятелями русской истории, несем ответственность за сохранение этого памятника архитектуры. Несколько дней своей творческой командировки художники провели у жемчужины района, Спасского храма в селе Уборы, самоотверженно работая с этим сложным объектом, образцом так называемого «Нарышкинского барокко». Графики и живописцы не смогли пройти мимо темы, которая не так давно звучит на Одинцовской земле. Тема пребывания здесь и благодеяний московского генерал-губернатора Сергия Александровича и его супруги святой Елизаветы Федоровны. Они, как известно, жили в усадьбе Ильинская Усова. Мастеров привлек необыкновенно красивый и строгий архитектурный ансамбль нового храмового комплекса. Все движимы одной единственной идеей – рассказать о той земле, где мы живем, рассказать о ней и передать эту историю, чтобы передать будущему поколению. Я очень рада, что он в нашем братстве, потому что по-другому я не могу сказать. Есть люди, которые верно служат искусству. Хорошо, когда есть возможность нашим художникам и в Испанию съездить, и во Францию. И тогда у них появляется желание свою землю, на которой они живут, и земля, которая рядом, показать всему миру, какая наша прекрасная Одинцовская земля, какие прекрасные здесь у нас храмы, соборы. И вот не зря вот эта вот последняя их выставка «Царская дорога», что здесь эта земля пропитана историей. Одинцовское отделение Союза художников Подмосковья и галерея «Сосны» приглашают земляков на выставку у Врублева «Успенский оздоровительный комплекс управления делами президента». Выставка продлится до конца февраля.